Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые контрагенты. Вы сейчас на своих экранах видите результаты по методике проби ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция. Обратите внимание, расчеты у нас проводятся нашей программой в миллисекундах. Мы рассчитываем амплитуду моды, моду, максимальное время реакции, среднее время реакции, опережение, пропуски и так далее. Все расчеты у нас проводятся в миллисекундах. Существенная разница между мужчинами и женщинами, то есть по этой методике, как и по другим методикам, будь то с ПЗМР, РДО и так далее, и же с ними, она существенная разница между мужчинами и женщинами. Видя такие результаты, я с уверенностью могу сказать, кто проходил ПЗМР в данном случае, мужчина или женщина. У женщины скорость реакции гораздо ниже, чем у мужчины. К сожалению, это факт. И мы видим эти результаты, просто как пример, приведенный мною. Различия видны даже в гендерном различии. Не говоря уже о том, что я буквально недавно, несколько часов назад столкнулся с тем, что одна из психологических лабораторий предлагает проводить обследование через интернет. Даже работая на локальном оффлайн компьютере, время задержки компьютера, Windows, процессора, все это приводит к существенным искажениям результатов. То есть очень высоки требования к тому, чтобы точно замерить получающиеся результаты в плане миллисекунд. Если мы с вами говорим об интернете, то есть компьютера пользователя, у него задержка происходит на его стороне, компьютере специалиста, который это обследование проводит, и скорости интернета результаты будут настолько недостоверны, настолько искажены, что просто даже слов нет. Проводить психологическое обследование напрямую через систему интернет при наличии даже самого супер-супер скоростного интернета от Илона Маска, условно говоря, это шутка, мем, это будет недостоверно. Проводить ПФО через интернет онлайн невозможно. Ну вот в частности речь идет конкретно о пробах ПЗМР, СЗМР, РДО, Шульте и так далее. Когда вы сидите и отвечаете на какие-то утверждения, допустим, в вопроснике ММПИ, понятно, что тут время не играет решающие роли. Но тем не менее, даже в ММПИ мы учитываем, наша программа учитывает время задержки компьютера. Мы это все рассчитываем в миллисекундах. Компьютеры считают программы, считают в миллисекундах. Соответственно, говорить о том, что обследование мы проведем сейчас вам удаленно через интернет, неправомочно. Это профанация физиологического обследования. Психофизиология и интернет – две вещи несовместимые. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.